Черкесский стартовал конкурс, по итогам которого будут определены наиболее интересные оформления фасадов зданий и прилегающих к ним территорий. Городские власти заявляют, что сами жители региональной столицы смогут выбрать лучших с помощью голосования на портале «Активный горожанин». Ослагаем их успехов в этой номинации в репортаже Артура МХЦ. Несколько лет назад Черкесские уже делали попытку заинтересовать горожан украшать фасады своих строений и прилегающие к ним территории. Накануне новогодних праздников коммерсанты наряжали как сами магазины, так и находившиеся рядом деревья. Постепенно идея превратилась скорее в повинность. Нынешний конкурс, инициированный мэром Алексеем Баскаевым, предусматривает иной формат как участия, так и поощрения. Тем более, что в сентябре предстоит празднество в честь столетия Карачао-Черкесии, а значит и её столица должна выглядеть нарядной. Мы хотим привлечь предпринимателей к этой работе, чтобы фасады их зданий, их предприятий, их магазинов, кафе, ресторанов, они были украшены. То есть это не значит, что надо прикладывать огромные к этому усилия. И вот в положении о конкурсе всё это сказано. Украсить здание можно светодиодными лентами, территорию, прилегающую к этому зданию, можно благоустроить. Чтобы принять участие, предпринимателям необходимо сделать фотографии до и после наведения марафета. Затем загрузить их на портал мэрии Черкеска «Активный горожанин». Лучшие будут определены простым большинством отметок от интернет-пользователей. Лауреаты конкурса получат денежные призы от 50 до 100 тысяч рублей. Предполагается, что креативное состязание станет ежегодным. Поэтому создаваемая руками коммерсантов красота будет радовать горожан не только на время праздников, но и в дальнейшем. Впрочем, чтобы ощущение от нынешнего юбилея Карачао-Черкесии было действительно торжественным и запоминающимся, жители хотели бы и во дворах видеть комфорт и порядок. Где-то их создают своими руками. А по адресам, где трудились строители, люди изначально верили, что им сразу предоставят полностью благоустроенные территории. Таисия Николаевна – мама Героя России Виталия Абугаева, погибшего при исполнении служебных обязанностей в 2000 году. Женщина проживает в Черкесске по Международной 85. Говорит, что была рада за многочисленных деток двора, когда строители начали преображать облик, прилегающий к нескольким домам территории. Установили спортивную площадку, игровую зону для малышей и многое другое. Жителям пообещали до конца года исправить недоработки подрядчиков. Но если нехватку колец и ворот еще можно некоторое время потерпеть, то отсутствие элементарной безопасности уже стало причиной десятков порванных мечей и незначительных повреждений у играющих на площадке детей. Ребятишкам не объяснишь, что огороженная территория не приспособлена до спортивных развлечений. Городские власти постарались оперативно отреагировать на эту проблему. И уже через день после нашего пребывания на Международной 85 сообщили, что отправили на место ремонтников сделать игровую зону безопасной. Впоследствии предполагается создать всю территорию комфортной для населения. В том числе заменить непонятно откуда взявшуюся здесь старую карусель, которая, ко всему прочему, даже не вертится. А также подумать надо об устройствах тротуаров, которые при реализации проекта куда-то исчезли. Чтобы облик города был красивым и ухоженным, все заинтересованные в этом сторону должны приложить максимум усилий. Всё решаемо. Было бы желание. Артур Махце, Олег Малхожев, Вести, Карача, Черкесия.